Эти камни могильные, называются они башташ, что в переводе с татарского – камень-голова. Предусматривался, конечно, еще камень-ногий, то есть аяхташ. Но в целях экономии в основном сейчас ставят, соответственно, аж один камень. Когда-то в танце здесь кружились мусульманские монахи. Теперь у входа в единственный в Крыму монастырь Дервишей туристов встречают экскурсоводы. Первое двухэтажное здание – бывшее, высшее, ребёнок школы Медреси. Следующее по расположению, у неё по значимости – сама джума джами. Что означает в переводе с арабского – джума – пятница, джамят – общество. То есть по пятницам общество собиралось в этом здании для молитв духовного общения. Фундамент мечети заложили в 17 веке, но само здание перестраивали три раза. Последнее начали в 2017-м. Обновили крышу, укрепили стены и опору. Реставрация всё ещё не закончена, работы предстоит немало. Эта башня называется Минарет. Сегодня наш Минарет в Крыму является одним из самых древних, сохранившихся в первозданном виде. Сохранился он благодаря инновационной технологии. Минарет пережил два землетрясения и пожар, из-за которого его прозвали Плачущим. От огня на стенах появились серебряные капли. Секрет аномалии раскрыли только в наше время. Оказалось, что камни при строительстве сшивали свинцом. Под давление деревянный пробки свинец забивает все свободные поры и крепко сшивает предыдущиками с последующим. А в связи с тем, что он сам свинец, только плавкий металл, он дерево не сжигает, а изолирует его, как свинцовая плётка, и сохраняет от гниения дальнейший год. Таким образом, в паре они работают, как современная арматура. Такой архитектурный ход спас Минарет от разрушения. Вместо того, чтобы рассыпаться, башня выстояла. Но дала крен и начала монолитно склоняться в сторону другого уникального комплекса. Между стенами мечети Джума Джами и такие дервиши расстояние, как видите, совсем небольшое, меньше метра. При том, что относятся они к разным направлениям ислама. Основали такие суфи из турецкого города Конья. Их вдохновителем был Джалаладдин Руми, персидско-таджикский поэт 13 века. Они причисляли себя к ордену Мавлеви и строили свои храмы. Во всём мире до наших дней сохранилось только три. Один из них в Евпатории. У нас есть возможность пройти через келью шейха, где жил отец командир, и общий вход. Мы, наверное, пойдём к тем, где все ходили, не будем беспокоить. И, безусловно, перед входом надо покрыть голову в любой храм. Снаружи шестигранник с купольной крышей, внутри 19 комнат келей, расположенных вокруг центрального зала. Простота форм и отсутствие украшений подчёркивают аскетический образ жизни суфийских монахов. Эти стены заложили в 15 веке. Такие Дервиши – единственная в Крыму, сохранившаяся до наших дней практически в идеальном состоянии. Постройка не пострадала даже во время войн и революций. Поэтому у путешественников сложилась такая традиция под куполом Такие загадывать желание. Сегодня молитвы в Такие не читают. Суфия в Крыму не осталась. И только для туристов устраивают историческую реконструкцию, когда рассказывают о монахах, кружившихся здесь в танце много веков назад. Татьяна Балыкина, Андрей Псом. Утро нового дня. Татьяна Балыкина, Андрей Псом. Утро нового дня.